Как я пояснил это сейчас, видите как, вот когда люди бывает что-то уходят или где-то, я любого, когда встречаюсь, скажите, вот мы когда познакомились, вы меня знали, я такой же был? Ну, такой, ну вы не так, как-то более нежно обращались тогда, то есть он скрылся. Розовые кусты, далека только запах, идет шипы, так уже не видать. А когда рядом, об розы-то обколешься. Ладно, я говорю, а ты изменился, да, тогда как-то выходит твоя причина, то ухода и прочее здесь. Вот Евтихий был, когда там в жардан-виле, и он там выступил, и его речь напечатана, она у меня в книгах есть. И он говорит о московской патриархии, вот сейчас говорит кто-то нам, вы только не трожьте московскую патриархию, все время долбили. И он там говорит полностью о московской патриархии, как они говорят, и Евтихий говорит, все время лгут, они на нас натравливают, называют еретиками. Но они же знали, прекрасно, а когда объединились, и никакой ереси нет, обвинения, раскольники от раскола нигде нет, ну прям приняли, митрополит был и остался. Епископ был и Тихий, такой и остался. То есть они как угодно будут называть, это лживая, прелживая организация патриархии, образованная Берией и Сталином. В основании лежит не та дойная корова, не то вымя. И с кем объединять это? Вот допустим, я сегодня сказал, я с ними, и завтра мы к Максимуму пошли. А нам идти на благовестие. Все это кончилось, сразу и раз и навсегда. Они уже заранее, еще не убив медведя, ободрали шкуру. Тогда даже просить у него благовестие, это благословение, а как? А что вы там будете говорить? Я ему должен как уполномочивану напечатать и говорить. Он не знает, что такое духовное служение, евангельская вера, он понятия епископ не имеет. И я должен идти теперь горбатиться за каждым шагом к нему. Такие птихи еще не задал годы объединения. Еще перед тем, как поехать, он такое обличительное воззвание дал против патриархии. А там у него в ночь перед голосованием он перевернул все в себе. Он перевернул не мы. И это все напечатано у меня было. И к нему наутро, с кем он беседовал вечером-то? А он говорит, а мне было ночью откровения, ссылается ни на Писание, ни на то, что он 10 с лишним лет учил не так, а в одну ночь откровения. Было оно или не было откровения у Мухаммада, но только куда это все зашло. И мы это приняли, что они там пошли, отголосовали, но не было слов об объединении. Они теперь еще лгут дальше о каноническом признании, что их литургия действительно... Так мы это и признавали всегда. Нам это объединение, это признание ничего не дало. Мы такие были, мы заранее уже были на это. Они на нас не повлияли. Я им говорил, они этот вариант не прорабатывают. Что и признают, и не объединяются. И никуда не уходят. Вот эти три пункта везде сыграли ту роль, что все ушли как к Апангелу, к Антонию, там 13 верти в юрисдикции везде. А мы никуда не идем. Мы принадлежим к Русской Православной Зарубежной Церкви до сегодняшнего дня, до 10 февраля 2013 года. До воскресного дня. А как будет дальше? Теперь его вопрос. Брата Игоря. Я ему отвечаю сейчас. Ну мысленно про Игорь. Чтобы ответить, я епископ. Епископ, ну батюшка против епископа-то ни слова не скажет. Он молчит, я буду говорить сейчас. Я епископ. Когда мне сказали, что бы вы сделали будущим патриархам, я стал говорить, а стали люди спорить. Я говорю, а как вы умеете спорить о патриархах? Вы же меня патриархом уже избрали. Молчать. Я отвечаю. Вот как будет дальше, я скажу, братья, мы сами даже этого не знаем. Такого в мировой практике за 2000 лет еще не было никогда. Просто так бросить вас, это проще всего больше, чем из реестра общей зарубежной церкви православной. Этого не было никогда, чтобы ни в чем не провинившихся бросить. Этого никогда не было. Отнять священника, отнять епископа. Но даже отнимет епископа. Мы все равно остаемся церковью. Доколе есть священник. А нет, священника не будет. Мы будем приходить в московскую патриархию и причащаться. Мы их признаем. Благодатность московской патриархии, но мы совершенно неуязвимы для них. Мы ходили, дети причащались, мы подходим под благословение. А они не проходили такого. У него в мозгах ямки такой нет, куда шарику закатиться. Как Солженицын говорит. И поэтому наша позиция была озвучена еще тогда, когда на собор не поехали. Мы объяснили все, написали и отправили. Мы абсолютно категорически против всякого объединения. Но пока собор не прошел, мы сейчас, две общины, будем молиться, чтобы Бог... И все думают, ну сейчас они будут, чтобы патриарх переменился. Нет. Мы будем молиться о том, чтобы нам смириться перед принятым решением на соборе. Чтобы мы не забунтовали. Я говорю открытым текстом, интересно? Не забунтовали. И не выродили в секту. Все так... В секту? Не в секту, я говорю, чтобы не выродили. Прямо хватается за каждое слово везде. Чтобы не выродиться в секту. И мы об этом молились, и Бог нас так и сохранил по молитве. А на молитву вот и я вас наставлял. Молитесь, чтобы Бог нас смирил. И мы смиренно это все приняли. Но в патриархию мы никогда не пойдем, если будем понимать евангельскую веру. Там все на лжи основано. Все. Даже собор с участием в мирям, они все это отмели. Они архиерейским собором заменили глаз Божий, глаз, который идет через народ. Они это отверглись. Они боятся по жребию избирать патриарха. Как избирали патриарха Тихона. Три кандидатуры. На первом месте это Антоний был. А Тихон-то на третьем месте был. А его Господь избрал. И призвали этого с хитом монаха слепого Алексея. И он запустил руку там, куда не знаю, в шапку, в корзину, в карман. И вытащил патриарха. И возгласили всея Руси и патриарха. Кирилл не допустил ни под каким видом. Почему? Потому что все это, как сейчас эти грязные, враждебные выборы прошли по выбору президента. Целыми пачками находили. Они тут уже печатают и туда сбрасывают, а теперь считают. Это все показано. Все заснято. Там уже процессы какие шли. Но выбрали. Мне-то разницы нет. Но у нас-то по-другому. Мы же верующие. А патриарх поставил какие условия? Если бы он поставил такие условия. В патриархе может быть избран человек только духовно рожденный. Первое. Второе. В патриархе может быть человек избран, который нигде не замешан, был в грехах смертных. Третье. Чтобы этот человек искал, ратовал за евангельскую веру, чтобы быть Вадимом Духом Божьим. Все. Больше ничего не надо. Он бы на пушечный выстрел сегодня, что патриарх не подошел даже туда. А он поставил так. Избрание это только из архиереев. Священников всех отмели. Мирян всех отмели. Миллионы людей. А там в них Дух Божий нет. Их это не касается. Он сузил круг поиска только до этих кандидатов. Дальше. Он еще больше сужает. У кого есть опыт канцелярской работы. Канцелярская там своя. Он по-другому называет. Не меньше там, допустим, 20 лет, как Брежнев придумал. 50 лет пребывания в Компасе. Самая длинная была. Кому бесплатно билеты в кассе продавать-то. Помните, было? Он герой труда, герой Советского Союза и дальше, кто состоит членом КПСС не менее 50 лет. Вот строчка за строчкой. Это точно по тому пути пошел. И, конечно, он сузил до трех человек. Таких нашел только три. А из трех одного сразу предупредили. Тебе так напокоить, и завтра будешь почти... Я снимаю свою кандидатуру. Все, осталось двое. А уже все заранее выбрано. Он не верит в Бога. Вот снимок. Идет патриарх. Вокруг него стрелками показана охрана. Семь человек, а остальные там дальше ставят. Семь. И написано, Кирюша не надеется на Бога. Народ это все видит и все знает. На Бога-то, если бы ты надеялся, тебе бы ни одного их не надо было. От своего народа не надо прятаться. А если Бог решил погубить, как Кеннеди, тысячу, кажется, пятьсот было охранников, и никто не помог. Череп снесли. До сих пор не знаю. Поэтому вот этот епископ наш, он бы должен, должен был бы ответить так. Ребята, братья и сестры, я ведь не знаю, как это. И Иларион сейчас еще, давайте подождем мы. Время еще ускорять-то. То есть сказал бы те слова, которые сегодня батюшка сказал. Батюшки на сегодняшние слова, они опоздали на семь лет. Вот тогда они были к нам. А сегодня нельзя. Это уже прошел тут период времени. Ну нельзя говорить ням-ням человеку, которому пятнадцать лет. Это когда ребенок в люльке лежит, ням-ням еще может говорить. Вот как надо было. И сказать, не знаем, братья, мы не встречали такого в мировой практике. Но с моей стороны, я постараюсь, что могу сделать, чтобы вас сохранило. Вы патриархию не хотите, мы говорим нет. Да я и то думаю, вам там не ужись. А он мог бы ответить так. Но нет, заранее его выступление было обречено. Он не просчитал, я ему тоже сказал, не надо сейчас. Они не знают. Они не знают. Тем более, такой приехал епископ, он не знает, он и не знает, и по сегодняшний день. Мы у него были, и он не знает. А теперь тем более, я говорю, а только считайся епископом. А я настоятель там Богоевренского какого собора, высшими. Вот как дело так стоит. Тут совесть первичнее Евангелия должна быть. А с этим туговато. Разве по совести они поступают с нами? Нет. По совести не отвечают? Я уж не говорю там по Евангелию. Совесть первичнее всего должна быть. И ответ должен быть четкий и ясный, чтобы мы видели, что мы разговариваем с совершенными мужами. А не мямлями. Не такая психология. Щель забиться и ждать кипятка. Мы неуязвимы для них. Конечно, если так ограничить, об этом не говорить. Патриархия не говорит. Да сюда толкают, а патриархия не говорит. О ком не говорит? О Муссолини? Что за ограничения такие? А ограничение должно быть одно. Говорить только правду, ничего кроме правды. Все. Другого не надо. За неправду ты отвечаешь перед Богом. Другого не надо. Тему изберем мы. И обстановка подскажет. И Дух Святой положит на сердце. Давай читать дальше еще. Все уже, наверное. Все, наверное. Время? Время закончилось. Время в 3 час. Все. Не, ну. Иногда говорят, вот мы собрались, смотрим толкование блаженного феофилакта, а вы разговариваете еще о чем-то. Знаете, не набивайте голову сверхмеры. Голова, говорит, может быть как земной шар, а сердце как песчинка. Вы сердце расширите. Мы говорим о том, важном для нас. И в спасении...